но принять к сведению ребята если здесь будет идти дождь то эта дорога не про и знаем не кажется это грунт я не даже не знаю как это назвать это смесь пыли грязи только засохший вы скажете что за грязь мульти по этом придумывают а вот чем ближе к мало тем больше вот такой вот дороги именно грунтовки именно с поворотами я думал мы уже приехали а мне показывает 3000 метров блин серпантинов непонятно а вот она идет наверху и вот теперь представьте себе вот это вот все раскиснет представили это будет а и вот скажите мне зачем нужен здесь дождь но он начинает моросить представляете затянуто не критично это же горы вот как придет оттуда он слева мы проехали какими-то блин жопами они по и поперлись навигаторами по глине теперь ты спускайся здесь размытые канавище блин просто жесть какая-то просто жесть куда ехать там я могу джорджи куда-то в гофе и вот там внизу надо было объехать у там от по нормальной дороге мысли было у меня что там дамагой остановился наверно крутой спуск я однозначно смотреть это центр омало поехали выезжать пока линомера не размоков crazy on austrian байкер гремит мигает не знаю куда идет к нам или вот так вот по горе пойдет ну а мы вот в нашу обитель рулин там где мы будем ночевать блин класс смотрите сцена из фильма не знаю какого придумайте название но потрясающий блин супер супер гестхаус давайте кофейку заслужили реально заслужили нам конечно предлагали эконом класс но мы не согласились потому что может быть не упадет может быть дождь а здесь крыши как бы нет ребят крыши нет что же делать поэтому мы уже будем цивилизованных условиях ночевать где-то все это удовольствие нам будет стоить по 13 долларов с человека не дешево но при условии того что на улице заходит и мы в крутом туристическом месте я считаю это того стоит людей правда нет такой диванчик возле окошка очень уютно правда туалет у нас наверху посмотрите наверно память носочки оставляю на свои повесить тоже что же на улице туман что происходит почему померкли цвета у меня очки в пыли с палец толщиной а моя модная хелдовская куртка за что спасибо байк-шоп ямаха на космической днепр украина ребят спасибо за приятные цены мне курточка нравится в я такой думал может быть надо было черную купить а сейчас понимаю что черная плавно превращается в серую то правда даже и белая превращается в серую но пока нас вентиляция справляются и достаточно не было мне комфортно еще раз респект вам огромное вам спасибо в нашем полку прибыла знакомки с виктор россия и женя и бмв гс 1200 правильно 1 и 2 я думаю что они дальше никуда не поедут и судя по тому как мы тут ему уже пивка налили думаю они останутся в нашей чудесной компании педров нарубил а чуть-чуть у нас костер будет ты серьезно нарубил да честно скажи мне что да единственный человек который покупался шаур принял душ я его не снимаю но увидел но увидел все 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 свободно все до свидания но фильм окей окей все давай но камера я снимаю только до могу я крема и водку шуберить из этого самого с контентом подумают люди шум пьете и и и и и и и и и доброе утро 7 утра народ еще спит мокро влажно роса не думаю что дождь был просто роса я надеюсь нам сегодня будет очень сильно везти с погодой я тут с утра занялся проверкой всех что-то поскрипывает в середине мотыка кофры вроде стоят нормально а вот этот левый уже люфтит не закручена максимум я сейчас кину сюда изоленты чуть-чуть кружочек один чтобы он плотненько сел потому что ходит уже гуляет и я вчера перед сном пытался съесть мне дали военную кашу ну короче армейский поют написано было на нем ужин а вот это перловка с мясом типа я ее еле рысла такая скучная сейчас водички на липу кучу чуть-чуть ее реанимировать хочешь чтобы она стала более и более съедобно перловку детства не люблю такая тяжелая для меня как и вообще можно на ужин есть гефри поехал кататься там аго и джорджи сидят на компьютере а я хочу подняться вот на ту гору там крепость кисела называется блин черт побери я никак не выйду то шлем помыл то вещи сложил то чемоданы отстегнул все собрался 941 айгоу джорджи вроде бы и женя говорила что сегодня второе августа я не помню дня недели не помню туристов я вообще не вижу здесь очень мало не знаю почему не труднодоступное место или к вид без понятия пикта 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 кеста вайн шоп-шоп там где хотел тиша шоп сигарет на проблем на супа тоже не слоните поэтому я не знаю ты наверно не слонские башни а по тут тупик здесь частный сектор крепости надо пешком подниматься наверно посмотрим давай развернемся крепость к селу хух с утра такой спорт и конечно жестко обалдеть какая красота ну это ж еще не конец еще можно выше подняться река еле-еле слышно где-то там внизу я не знаю эту глубину этого каньона еле-еле-еле слышно ну а дальше навик показывает дартлу ну что-то совсем чумное время там 14 километров ехать и время стоит полтора часа что-то вообще мне ничего не понятно что там за друга почему это все почему такой тайминг почему такой тайминг просто туда-обратно потратить полдня не знаю имеет ли смысл этих меня однозначно не дождутся я им и говорил едьте если что нет дамагой говорит мы вместе дорога тяжелая тебе будет одному опасно будем тебя ждать говорю ну не ждите меня но мне неудобно мне неловко привязываться меня щас будет в полку толкать время а это ж чревато вы знаете поехали что ли навалим дорога позволяет почему бы и нет чуть-чуть трусится что-то сзади тарахти 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 давай 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 братан когда быстро едешь не так слышно жену там что-то гоцает клацает но по кто как грязь не началась так а теперь бы угадать в какую сторону мне ехать мне ехать наверх до дорога показывает на вот этот вот небольшой серпантин точно да это она слушайте google просто какую-то фигню чешет брехня полная ехал 20 минут там где стояла 40 а здесь какой-то интересный подъем с видами я то не попусть потому что мокро потому что мокро можно по идее аж вот туда вот подняться и я где-то у кого-то из ребят на ютюбе смотрел что там потрясающее место для кемпинга можно переночевать но реально грунт сейчас влажный очень влажный такая глина рассаживается но так мне не попрость поехали на дартла еще я думаю минут 20 так откуда мне там потом надо будет ехать какие-то той же извилистые дороги вот так вот идут наверх может просто какое-то село были на тут ко мне чем ближе к дартла тем больше ко мне то что я сейчас уже увидел краем глаза вот ради этого стоило с доехать вот этот вид о котором я говорил нафиг дорогу поехали сюда у папа папа пара рара ребята ребята сюда надо ехать это просто красиво обалденно и это вот так вот дорога идет идет какие-то короче они там идут 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 черт побери туда еще можно ехать и ехать надеюсь батареи моей хватит 27 процентов чтобы чуть-чуть это заснять потому что как-то вот вроде заряжал они так разряжены так пока кофе я не пью я простоял пять минут они там между собой трендят на грузинском вообще даже никто в мою сторону не глянул я стою на них смотрю там уже нетерпеливо мнусь плечами пожимаю они сам стоят разговаривать деловые такие прям капец 300 я смотрю здесь просто жестяк сколько их рвут видать тут на часть но походу выбора у меня нету потому что это единственное кафе которое в этом маленьком уютном городочке и Субтитры создавал DimaTorzok На входе у них тут какое-то шоу, я вообще не могу понять, я уже 10 минут сижу, никто ничего не несет, они тут митингуют, может это какая-то коммуна, собрание, профсоюз, кого-то, чего-то. Ребята, потратил 20 минут, вообще абсолютно, даже никто не подошел, хозяйка стоит, детвора, которые там помощницы, официантки стоят, руки убоки, все роты открыли, слушают весь этот митинг, я сижу тупо на них вот так вот смотрю, они вообще по барабану. Шух, грузинское гостеприимство, маленький минус. Я когда-то слышал, что в мире туризма, по крайней мере пешего, есть такое негласное правило. Люди, идущие вниз по горной крутой дороге, принимают сторону ближе к обрыву, останавливаются и пропускают тех, кто идет вверх, как бы в целях безопасного прохождения сложных участков. Возможно, это касается и автомобилистов, я не в курсе, но с подобным я столкнулся, когда возвращался с Дартлоу. Короче, в двух словах обрисую ситуацию, дорога широкая и с минимальным уклоном, авто уперлось мне в лоб и парни решили меня нагнуть, сказали, чтобы я шел нахер с пути, мол должен пропустить, слово за слово взыграла кровь, и я естественно уперся рогами, интересно чем все это может закончиться. Сам по себе я не конфликтный, особенно в мотопутешествии, стараюсь избегать острых углов, но здесь был возмущен непонятными для меня требованиями. За все это время, сколько я езжу, я ни разу не сталкивался ни с чем подобным. Да что я вам рассказываю, вот пример нашего вчерашнего подъема на перевал. Ни один автомобиль ни разу не стал с краю возле обрыва, пропуская нас в гору, а мы в свою очередь шли аккуратно по своей стороне и не перли в лоб, как эти ребята. Мне кажется, что нет смысла создавать непонятные многим движения на сложных и опасных участках, а этот спуск, по которому я шел, вообще нельзя было назвать ни сложным, ни тем более узким. Они спокойно могли пройти мимо и даже меня не заметить. Я не берусь судить, кто прав, кто виноват, просто обрисовываю вам ситуацию. Спустя пять минут после активных и достаточно агрессивных действий с их стороны, я решил уступить от греха подальше, под их возгласы и оскорбления, летевшие мне вслед. Настроение они мне не испортили, но осадок остался. А я говорил о том, что уезжая вверх, в горы, вы встречаетесь с нормальными людьми, этническая Грузия, вы погружаетесь в атмосферу, люди дрожжелюбные. Все, спасибо. До свидания. Пока-пока. Ребята меня дождались, и я с огромным сожалением покидал национальный парк Тушетти. Оле, 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 оле. По большому счету, здесь нужно оставаться минимум еще на день, чтобы обкатать всю округу. А то и на два, чтобы не спешить и кайфануть по полной программе. Спасибо. Нормально. Я же не ошибаюсь, когда говорю, что у нас правостороннее движение. Все люди как люди. Осталось без внимания поселение Гикла с одноименной крепостью, западнее Амало. Да, и очень хотелось заехать поглубже от Дартла к поселку Гиреви. Но, повторюсь, парни ждали, и не хотелось пренебрегать их компанией. За это время мы в некотором смысле уже сроднились. Путешествовать было легко и ненапряжно. А вам стоит принять во внимание, что по этому направлению рискованно ехать уже во второй половине сентября. Легко можно остаться здесь на неопределенный срок. Ввиду обвалов и осенних оползней. Грязевые ванны. А, приходится постоянно принимать. Твою мать, с защитой лупит. Я бы, как бы я ее там не оторвал. К чертям собачьим. Ах, капуфик уже, ноги мокрые. Только что смотрел, защита вроде на месте. Блин, капец, смотрите. Ха-ха-ха. Защита вроде на месте. Все хорошо. Да и холодно становится в горах не на шутку. Дождь, много дождя, чуть-чуть дождя. Чуть-чуть. Хорошо, спасибо. Пока. Ватерпроф? Да. Да, наверное, да. Начинает капать. Все, блин, одеваемся. Потому что научены уже горьким опытом. Дождь. Да. Хорошо. Продолжение следует. Хорошо. Так. Поехали. Поехали. туман чуть чуть меньше чем прошлый раз я пошли посмотрим что там откроются какие-то виды о да открывается дорога 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 там не экран в пыли или здесь пыли не могу понять все такое мутно а это туман точно это туман был бы отличный вид с креста но не сегодня блин посмотрите налево а так остановиться надо тут же камни блин здоровенные я сейчас что-то покажу 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 стоп 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 братан ух а там солнышко фу чуть-чуть спуститься вниз и мы согреемся реально холодно а вот она грязь грязь начинается та 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 тихо 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 да да потихонечку спешить нам некуда абсолютно некуда специально оставляю вам кадры с перевала оба на настолько мне понравились виды большого Кавказа. Особенно, когда мы с него спускались. Наша дорога. Блин, эти вот повороты. Можете себе представить, какая высота, какой склон. Это уже под конец мы, я думаю, уже мы перешли с перевала, вернее, сошли с перевала. Это последние витки такие перед относительно прямыми дорогами. В прошлой серии я обещал вам рассказать, почему я так медленно езжу. Вернее, не медленно, а аккуратно. Причина в том, что я нахожусь в мотопутешествии. У меня впереди полгрузии и вся Турция, которую я должен пройти с востока на запад, спустившись к сирийской границе. Поэтому я просто не имею права рисковать, если хочу, чтобы мое мотопутешествие доставило мне удовольствие. Моя задача простая, пройти этот путь. И поэтому, когда парни уже на спуске рванули, я тихонечко, чих-пых, крутя голову и наслаждаясь каньоном, двигался следом за ними. Примерно три часа у нас ушло на спуск. Вернее, на возвращение. Не спуск, а возвращение с омолок. Блин, труба здоровенная просто. Молодцы, конечно, они ее положили. Могли бы еще большего диаметра туда впихнуть. Я вам показываю камни. Ох ты, братан, давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Я и забыл про этот участок. Дороги, а, ни с чем. Поднялись-то мне легче подниматься. В натяжечку ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. И пружинит мотор, раскачивается. И постоянно защитой. Хрясь, хрясь. А тут что-то делают. Что, я не знаю, правда, что они там делают. Вряд ли дорогу. Потому что зафигачить сюда дорогу, это надо столько сил, энергии и денег. Вообще ее проложить, заасфальтировать. Это капец какой-то. Колеса мы не спускали. Отвечу сразу на ваш вопрос. Почему? Объясню. Да могу эндурист. Он шарит. Я у него спросил. Это может нам поспустить колеса? Он говорит, что, братан, это не вариант. Можно на 1,6, но этого мало. Может 1,8, 2. Но учти, что если будут большие камни, ты можешь побить себе диски. Как вылететь куда-нибудь. Поэтому, хочешь, можешь рисковать. Я решил, что я справлюсь. И на 2,8 заднее, и 2, где-то и 3,4 переднее. 3,2, и 5 переднее. Ну, где-то так. По мануалу. Фу-фу-фу. Какой здоровяк, да? Куда мы едем? Он даже не вписывается в поворот. На каждом повороте ему такие маневры надо совершать. Прикиньте. А 2 пары передних колес. Смотрите. Потому что иначе он не заедет. Так, там больше никого нет. Поехали. Стоило отойти на 2 минуты, уже мою кофту экспроприировал. На моей модной хелдовской куртке. Стоп, кратки. Стоп. Я тебя не снимаю. Я парней снимаю. Я тебя вырежу. Итак, с прошлой заправки мы прошли 240 километров ровно. Я залил 12 литров. Средний расход у меня получается 5 литров. Все четко. А BMW GS 800-ка 10,5 литров. CRF 6 литров. И КТМ 16. Ай, куда мы поехали? Парни, куда мы поехали? А-а-а, срезальщики. Едем на Тианете, а потом, ребята, мы двигаем на Степан Сминду. Так, пауза. Лампа, лампа, лампа. Ага. У нее ошибку какую-то выдать. No lamp. No lamp. А, лампа сгорела. Ошибку дает. Окей? Все. I just keep on going, okay? Да, окей, поехали, давай. 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 Парни, что-то руками машут. Открылись полностью горы, которые вчера были в облаках или в тумане, когда мы сюда ехали, в Ахмету. И просто великолепный вид. Суровый Кавказ. Ребята, суровый Кавказ. Фу. Погнали. Сейчас будет 50-50, 50 на 50, хорошая дорога и оффроад, ну и хреновая дорога, грубо говоря. Ранее в сериале, в комментариях вы часто спрашивали, как себя чувствовала СРФ-ка 250-ка рядом с нами. Рассказывать о том, как она вела себя на грунте, смысла нет. А вот на асфальте, вот сейчас уникальная возможность наблюдать за ней на серпантинах. Правда, скорость небольшая, 80-90, но дело не в этом, а в ускорениях после поворотов. Я не знаю, что там делал дамагой со своей хондочкой, но она держалась ровненько и абсолютно не чувствовала себя ущердно. Ай, корова, корова, уходи, здорово, смотри, смотрит, стоит, смотри, смотрит. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Иди сюда. Встала и смотрит на нас, смотрит. Ай-яй-яй, тут их много? Герди, это было круто. Просто огонь. Дали так. Друзья мои, прошу прощения, Женвали я вам сегодня не покажу. И крепость Янанури, тем более. По одной простой причине, потому что мы заехали в Тианетти, городочек этот маленький. И вдруг решили, пока я ходил за кофе, естественно, Грузия это страна кофе 3 в 1, другого я не нашел. Просто Нес-кафе там и все остальное. И пока я ходил, они такие, а, о, мы тут проезжали, тут есть река, прикольная, классная. И там все люди купаются. С одной стороны моста люди, а с другой стороны моста коровы. Вот давайте остановимся там, где люди, и разобьем кемпинг. Магазины есть, все есть. Да почему бы и нет? Так и сделаем. Зашли в банк, а change money, ok? Change money, ok? Change money, да. Все супер. Это вам не национальный банк Грузии, где мы там были, в Поти, в Батуми, я уже не помню. В Поти, да? Когда мы меняли там полтора часа. Все окей? Его походу вообще срезало. Говорят, его походу вообще срезало. Болт. Не видно, да? Да, его нет здесь вообще. Да, и выгнуло еще к чертям собачьим. Сейчас попробуем открутить. Наверное, резануло, я понять не могу. Короче, болт вытянули мы. Батчо будет снимать подножку. И полугазовое, а ты газовое. Газовое, я марайсяр, здесь бах муцыцкий, любишь. Боюсь, как бы она там не сорвана была. Наверное. Мне так кажется. Батчо будет снимать подшипник. Батчо будет снимать подшипник. Батчо будет снимать подшипник.